привет всем сегодня буду жарить крэбль не сомневаюсь что многие из вас уже это много раз делали у каждого есть свой рецепт сегодня делюсь своим рецептом так что те у кого не получается крэбль или кто любит экспериментировать и пробовать новые рецепты оставайтесь со мной по этому рецепту крэбль получается супер вкусный воздушное тесто пористый просто оближите пальчики начинаем делать что нам для этого понадобится все продукты ребят комнатной температуры обязательно значит яйца бутербург или пахта сметана сахар мука соль дрожжи разрыхлитель или сода и растительное масло начинаем приготовление яйца разбиваем теперь венчиком размешиваем это все делается очень быстро добавляем пятьсот миллилитров добавляем пару ложек сметаны так у меня процент 30 процентов жирности сметана для вам добавляется для того чтобы тесто было более сдобным оно у вас в итоге в конечном получится действительно как будто как на пирожки как на сдобу соли буквально щепотка чуть-чуть не переборщить сахара сейчас добавлю столовую ложку не больше чтобы у вас они не горели вот так что у нас остается растительное масло не осталось добавить ложечку тоже так что слегнуть чуть-чуть если у вас глазомер не работает отмеряйте разрыхлитель пачка 15 грамм сюда же и сухие дрожжи 7 грамм сюда же все хорошо перемешиваем все размешала до однородной массы видите все теперь будем добавлять муку просеивать сюда у меня килограмм муки посмотрим сколько я думаю килограмма должно хватить просеем для того чтобы насытилась наша текта кислородом небольшими порциями так по пачке добавили сейчас размешаем все все муку добавляем и осталось только все это вымешать сначала с помощью венчика потом с помощью круг ребят тесто готово я его замешала прям чашки не стала там мять его на столе она прекрасно здесь размешалась вот он такой видите мягкое теперь остается накрыть это тесто и либо пищевой пленкой я полотенчиком накрою где-то около часа она должна отдохнуть чтобы мука кислородом насытилась то есть и будет растопусь и дрожжи разошлись где-то час как со временем будет подождем и будем потом жарить наивкуснейшие крылья до встречи так ребят прошло полтора часа у меня и тесто готово к дальнейшему использованию она так немного поднялось совсем немного потому что это не тесто на пирожке на крылья и я сейчас сразу вот так обнажу отрежу половина теста я всегда делаю так когда завожу на крылья использую только половину теста остальную половину я использую на следующий день потому что мы любим все свеженькое на следующий день когда тесто пролежит в холодильнике она будет еще вкуснее уверяю вас кто не пробовал не бойтесь это намного тесто видите оно не сильно такое забитое да оно получается маленько липнет к рукам это не страшно это еще лучше крылья получится очень мягенький все сейчас сразу маленько присыплю сверху мукой и буду раскатывать раскатывать это сантиметр полтора один сантиметр сильно тонкая я никогда не раскатывать делаем все вот такой толщины сразу сейчас нарежем так тут уже смотрю да можете размер делать такой как как вам нравится у меня бабушка делала крыль вот так она делала все она уже вот так вот так в таком виде его жарила с детства помню но я так не делаю я делаю как все многие так делают я вот так закручиваю так поинтереснее мне кажется покрасивее получается вот все в принципе очень быстро делается все теперь можно приступать к жарке сейчас поставлю сковородку буду жарить на растительном масле покажу вам как жарим на огне чуть выше среднего и у меня на семерке из 9 приступаем Вот такая гора вкусняшек у нас получилась. И заметьте, это всего половина теста, которое я завела. Остальная половина у меня лежит в холодильнике, буду делать завтра. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ребят, сейчас вам покажу эту красоту. Любой возьму, вот смотрите. Ребят, как это вкусно. А со сгущенкой, кто любит супчиком. Ммм, не оторваться. Я думаю, сейчас мы это дело все приготовим. Позову детей, это очень вкусно. Еще забыл вам сказать, что вы можете использовать любые кисломолочные продукты. Кефир, пахту, сметану, кислый йогурт. То есть, что у вас есть в холодильнике. Вперед, ерзайки. Подписывайтесь на наш второй канал, который называется Пятое колесо. Всем желаю хорошего дня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok